Ощущаю гордость, ощущаю радость, и что я наконец-то жительница Российской Федерации. Только один выбор. У вас есть только или вместе с Россией, или вместе с Россией. С кем граничит Россия, да с кем хочет. Продолжение следует... В 60 лет, Крыма, стратегически важная пенинсулуя в Блэк Северной, был частью Украины. После прореволюционного революционного президента Януковича в феврале, большинство русских эстонских поэзболей, с помощью русских солдатами, принимали руку. Референдум о том, что война Россия или не была вошла. Россия вошла в шторм, и на следующий день, Россия и Украина в окно-вторе, в рейтинге, что выразил в Советском Северном 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 Севере. В этом году, во время Россия в Путине выступает, и Россия в паше и паше, Парада в Севастополе являлась transparent и символичным показом силы. И мы оказали своей матушке Россию. Сегодня праздник это общественный, народный праздник. Праздник России в первую очередь, наверное, я бы так сказал. И Советского Союза. Советского Союза, тот, который был. Мы к нему снова возвращаемся. И мы поддерживаем это. Крым оказывается сейчас действительно в центре внимания общемирового сообщества. И есть люди, которые очень приветствуют присоединение Крыма к России, то есть рады вплоть до каких-то состояний таких эйфорических. То есть такие люди, конечно же, есть, которые сохраняют свою принадлежность гражданскую Украине. И это, в частности, те, кто написал заявление об отказе принимать российское гражданство. Более 50% населения, они все-таки принимают факт вхождения. 90% населения. Это по референдуму. Не лгите. Вас нужно убивать. Не вопрос. Чемодан, вокзал, Россия. Я вернулся домой, в Россию. Это москвичи, это российские журналисты. Нет, как тебя зовут? Андрей. Паспорт где? Дома лежит. Были, есть и будем россиянами. Многих просто, многие пытаются все-таки как-то найти способы адаптироваться к новой реальности. Но, конечно, есть некоторые ощущения неясности. И, в целом, это общую тревожность повышает. Эта новая реальность, для некоторых, означает, что уничтожить свою identику, когда говорили о их оппозиции к Россию аннексации в Крыме. И, в целом, многие про-украинские, которые были уничтожены, 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 и даже уничтожены, и, в целом, опасно говоря, очень реальность. У меня как-то было всегда, вот, допустим, Россия и, ну, все, как бы все братья, да, вот все братья. Но когда вот случилась вот такая агрессия случилась со стороны России, вот, когда начали вот действительно вот эти вот зеленые человечки вокруг, вот тогда я поняла, что я украинка. То, что произошло в Крыму сейчас, это захват, захват территории, оккупация. Без всякого предъявления санкций и войны здесь буквально произошел захват, захват территории без чего-либо согласия. Им же не люди нужны. Зачем им я, зачем им мать моя, зачем им родственники мои, именно народ крымский. Для России здесь усилить только свой военный полигон нужно. Все. И для этого они все это сделали. По-другому, я считаю, Россия, Крым не нужен. Только для этого. With Crimea now coming under Russian control, people who wish to remain have to apply for a Russian passport. But the infamous Russian bureaucracy is not making it easy. Но руководителя ни вчера не было, и вероятно, сегодня нет. Мы не можем его выставить даже сюда. Поэтому бардак. Но это надо, и следовало было сделать. Я россиянка. Конечно, я за Россию. И считаю, что Крым только должен быть российским. Это несправедливые ошибки, там руководители и все. Крым – это Россия. Ну, что уже пенсии выше города, это как бы я на пенсии особенно не делала раньше, но это приятно. И знаете, самое главное, что Россия обогрела вот этих стариков, которые немощные, которые адмиралы, генералы, да, чуть ли не с протянутой рукой стояли. И это Украина. Это с утра. Прийти, стоять до вечера, не получишь. Вам могут приехать даже, только нужно вон обратиться. Разве можно? Это же там давали, стояли. Теперь сюда приехали. Да вы сидите дома. Я приеду. Какой черт приедет? Никакому мы уже не нужны. Надо бы скорее туда убавить. Вынуждают получать российские паспорта. То есть, как бы заявляется, что вы автоматически стали гражданами России. Каким образом? Я человек, я не знаю, я не баран какой-то, который можно автоматически там куда-то перевезти меня. Если ты не получаешь паспорт, ты не можешь перерегистрировать документы на машину. Ты не можешь устроиться на работу. Вот я сейчас потеряла работу. Ну, экономические стороны присоединения уже начинают заявлять о себе. То есть, сезон, который нам обещали, наплыв туристов, их нет. Крым пустой. Никаких туристов, собственно, кроме военных туристов, так называемых, нет. Крым не способен, по сути, вообще обеспечить себя не водой самостоятельно, не продуктами питания. В принципе, моя позиция изначально была такая. Какая мне разница, в какой стране жить. Главное, чтобы никто не воевал и все жили дружно и мирно. То есть, либо я был бы в Украине, но без каких-то военных действий, либо в России без военных действий. То есть, мне было с этой стороны одинаково. Украина – это страна, в которой я родился, в которой я рос, и которую я действительно очень люблю. Но, тем не менее, лично мое мнение, что референдум защитил нас от таких событий, которые произошли в Одессе, в Мариуполе. И нам удалось обойтись без пролития крови. Мое личное участие в этом я не голосовал, если честно. Я тогда проспал, потом у меня были дела еще кое-какие. Это как популярный еврейский анекдот. С кем граничит Россия, да с кем хочет. Потому что свой выборный референдум я объяснял тем, что я выбираю меньше изол. Но мне почему-то казалось, что в России будет чуточку получше. В принципе, люди настроены вполне даже положительно, кроме, конечно, некоторого такого сообщества, к которому отношусь я. Это гей-сообщество Крыма. Может быть, все-таки наш позитивный, улыбчивый Крым все-таки сможет подавить это ужасно и мрачные, ужасно мрачных настроенных людей. Может быть, я до кого-то и донесу. В принципе, потому что у меня так получилось. Если я даже родители смогут убедить, то уже большой шаг. С обликным экономическим будущим, the outlook for Crimea's youth is far from certain. Вместо того, что есть протесты в поддержке революционной Крымной, про-украинские активисты, которые оптимали Россию, были виноватыми 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 виноватыми. Меня зовут Андрей Щекун. Я руководитель общественной организации украинской домики. И с 24 ноября 2013 года координатор Евромайдан Крым. Что интересно, что в Крыму тогда, это впервые, если на всю историю, очень много людей выходило на проукраинских засадах. То есть мы шли улицами, мы кричали «Слава Украине! Героям слава!», что все были лозунки проукраинские. То, что слышал Майдан, то хорошо передавалось ощущение и в Крыму. Разные масштабные акции. И местные СМИ очень работали на власть против нас. И привели нас в милицию. Милиция забрала в нас паспорта. Я, когда начал говорить, объяснить, что здесь происходит, на каком основании, сейчас тебе все объяснят, придут наши старшие от самообороны. Плену я был с 9 марта по 20 марта. С 20 марта где-то около 7 часов утра нас обменяли. А вы знаете, кто вас держал? Они себя называли «Крымской армией». Крымская армия. И допросы нас наводили к спецам, так званым спецам. Те охранники, которые себя относили к Крымской армии, видно, что они их более-менее слушались и боялись даже. То есть видно. Повели комнату, посадили на стул, привязали руки скотчем и ноги к стулу. И, короче, сейчас будет допрос. Мне тебе желательно, чтобы ты отвечал. А потом вопросы касались… Ну, были, значит, трес, ну, такие контакты вопросов. Первый, что касается моя связь с правым сектором. Вот. Они в этом не верили. Он говорит, не может быть координатор Юромайдана не связан с правым сектором. То есть у них логика вот такая была. Когда вопросы задавали, я отвечал, говорит, неправда, врешь. И вот, и включали электрику. Я почти теряю сознание. То есть я просто, ну, когда типал у меня, я падал на правые колени. То есть я и практически отключался. Тогда отключали электрику, в принципе, когда я видели. Тем более, когда охранники получили оружие 11 числа, они уже там хвастались с патронами. Они говорили, что им помогла Россия. Братья Россия, например, военные, Путин и Вова нам подсобил. То есть они не скрывали это. И говорили постоянно. О том, что они дальше пойдут. Что они сейчас получат оружие, наведут порядок в Крыму и пойдут дальше на Украину. То есть сперва Юго-Восток, потом и Киев возьмем, а потом, если надо, до Львова пойдем и до Лиссабона. Даже фраза звучала, что пойдем, если надо, до Лиссабона. Сегодня мы находимся в здании Киевского исполкома, где происходит выдача готовых паспортов Российской Федерации гражданам, проживающим на территории Республики Крым. Сегодня тринадцатая, да, по-моему, уже? Семнадцатая. Семнадцатая, спасибо большое. Да, семнадцатого. Мы пришли получить российские паспорта. Счастливы безмерно, потому что большую часть жизни мы прожили в России, меньшую часть в Украине. Счастливы, что мы гордились красивыми. Ощущаю гордость, ощущаю радость, что я, наконец-то, пришла к себе домой и что я, наконец-то, жительница Российской Федерации. Как он красивее украинского или нет? Вот украинский. Сейчас красивее. Спасибо. И желание у них сделать новость СССР есть. Они не просто об этом намекают на это, да, они выступают за это. И вы можете об этом услышать. Власть американцев над всеми континентами и на всей планете, вот это уходит. То есть модель мира меняется, и это оптимистично. Потому что я считаю, что у нас станет золотой век, когда люди будут счастливы жить, да? Поэтому это тоже очень пугает и напрягает. И я вам скажу, что я так себя чувствую, как люди чувствовали себя, не знаю, в 39-м году, в 38-м, когда приходили НКВД от Сталина, да, и говорили, мы вот вас арестовываем. И я волнуюсь и переживаю, что они могут прийти и за мной. То есть наша семья уже здесь больше трехсот, как я так смотрела в генеологическом дереве, проживает именно в Симферополе. Поэтому о выезде куда-то, конечно, речи быть не может. Я считаю, что и не только я, и вообще мнение многих специалистов, что то, что происходит сейчас в России, на Украине, в Крыму, последствия будут, ну, то есть это последствия, которые растянутся на десятилетия. То есть это травма коллективная, психологическая травма, не отдельных граждан. То есть это травма не на уровне отдельных судеб, это травма вообще коллективная на уровне славянской нации. Симферополе